Всем привет! С вами ВотГСН. Я рад приветствовать вас на своем канале. Хотел бы попросить перед тем, как мы начнем, поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Вы, безусловно, можете это сделать и после окончания видео, но можете об этом забыть. А поставленный лайк либо подписку вы можете отменить по окончанию просмотра видео, если оно вам не понравилось. Зато не забудете этого сделать в конце. Заранее спасибо вам большое. Итак, сегодняшнее видео будет посвящено вопросу выбора ветки прокачки в World of Tanks Blitz. Почему эта тема является актуальной? Да потому что танки добавляются, ветки меняются, производится периодически разработчиками Rebalance. И выбрать ветку, возможно, становится все тяжелее и тяжелее. Ну а для тех, кто только прошел обучение и только начал играть в эту великолепную игру, я думаю, что вопрос является актуальным. Так как для меня он был актуален 7 лет назад и я тоже, как многие из вас, стоял перед выбором, какую же ветку начинать качать, куда бросать все свои усилия, куда тратить зарабатанную свободку. И, безусловно, имеет ли смысл заниматься прокачкой той или иной ветки для того, чтобы в конце, добравшись все-таки до этого великолепного, не знаю, там, долгожданного танка 10 уровня, ну не получить какого-то рода разочарования. И потом не думать, блин, я потратил столько времени на то, чтобы достать то, что мне, в принципе, и не нравится в игре и не дает каких-то результатов. Ну или, в конце концов, не является фановым для тебя. Я бы рекомендовал вам выбор веток средних танков по одной простой причине. Данные танки являются не намного медленнее, чем легкие танки в передвижении, в их динамике. И они являются более бронированными, они являются более подходящими для живучести в любом из боев, в которые вы будете заходить. Вторая ветка, которая вам необходима, это ветка тяжелых танков и, напоследок, это танки типа ПТ. Разница игры на всех этих ветках очень простая. На средних танках вы быстрее передвигаетесь, но меньше наносите урона. На тяжелых танках вы медленнее, как правило, передвигаетесь, более живучи в бою, больше наносите урона. Но скорость ваша и динамика игры, она существенно снижается. Как правило, вы становитесь медлительными, вальяжными, но угрожающими и, безусловно, пугающими врага. И, открывая советские танки, хотелось бы отметить, что тяжелые танки представлены в данной категории танков всего по двум веткам. Это ветка ИСа-4 и ветка ИСа-7. Я дошел и по одной, и по второй ветке до этих танков. Я не могу сказать, что эти танки на сегодняшний день являются особо играбельными в игре. Я бы рекомендовал вам, в первую очередь, из тяжелых танков обратить внимание на две ветки. А там уже выбор будет за вами. Первая ветка, это ветка тяжелого танка Е-100. Почему Е-100? Почему не Маус? Почему не ВК-7201К? Да потому что этот танк, он является собой, ну, наверное, самый оптимальный вариант скорости передвижения. Разового урона в 640 единиц, что является существенным. Высоким уровнем бронепробития в 258 единиц. И, несмотря на долгое время перезарядки орудия этого танка, он все-таки позволяет возможность дождаться этой перезарядки в бою, даже находясь под каким-то плюс-минус шквальным огном противника. Имея довольно высокий уровень бронированности, умело пряча места лицевой части на башне и нижний бронелист, а еще и периодически становляясь немножко ромбом, вы, безусловно, можете выдерживать за бой до 3-4 тысяч непробитий урона, ненаносимого вам, что позволяет вам воспользоваться возможностями великолепного орудия, которое не является высокоточным на дальних расстояниях, но на ближних расстояниях, поверьте, вам хватит его для того, чтобы кому-нибудь хорошенько навалять и максимально помочь команде добиться позитивного результата. Вторая ветка тяжелых танков, которые хотелось бы вам порекомендовать, это ветка танков сборной Европы, которая приводит вас к танку Кронваген. Чем этот танк отличается от предыдущего? Чем он лучше и чем он хуже Е100? Чем он, безусловно, лучше? Это его подвижность. Его подвижность, его скорость передвижения по карте, его маневренность, она гораздо выше, чем у немца собрата, что позволяет вам быстро менять направление, которое вы продавливаете, менять положение вашего танка, прятаться за какие-то укрытия и быть максимально эффективным в бою, в котором противник является тоже быстрым и тоже быстро передвигается по карте. Вот Кронваген вам больше подойдет, если вы любите более подвижную игру. Чем он еще лучше, чем тот же самый Е100? Он лучше тем, что имеет единоразовый урон в 400 единиц, при этом он имеет цикличный барабан. Та же самая система цикличной пушки позволяет вам сделать 3 выстрела с минимальной скоростью перезарядки между ними, а именно 3 секунды между каждым выстрелом и последующей дозарядкой. Также подобная пушка является позитивной и является полезной в случае, если вы собираетесь заехать кому-нибудь в тыл, ровно как и на Кронвагене, вы можете попасть к противникам, которые были до этого частично раздамажены вашими союзниками и, соответственно, ваша задача максимально минусовать стволы в этом бою. Выбирайте цикличную пушку, она вам поможет. Мои вам рекомендации. Посмотрите ветки танков, посмотрите в каких ветках какие танки есть. Я бы вам субъективно, категорически не рекомендовал стартовать с веток Китая, Японии. По одной простой причине. В основном эти танки очень унылые. В свое время я психанул, потратил огромное количество времени, слил кучу свободки на то, чтобы получить ВЗ-113, и этот танк не стал для меня каким-то очень прорывным. Хотя мне казалось, что, возможно, в унылой ветке всех вот этих китайских танков десятки должны быть какими-то, знаете, очень сильно удивляющими. К сожалению, это оказалось не так. Практически не удивили. Встречая в бою, вы, кстати, тоже можете анализировать, к какому танку вы стремитесь в дальнейшем, открывая, точнее не так, открыв 10 уровни, вы будете попадать в бои с другими танками, вы можете анализировать качество этих танков, их способности в бою, в зависимости от того, как на них играет противник, либо ваши союзники. Не спешите выходить из боев, посмотрите на интересующий вас танк в руках вашего союзника, посмотрите, куда он пробивается, насколько он динамичный, ну и, соответственно, примите решение, хотите ли вы тоже такой. Увидев как-то раз, как на ВЗ-113 играл один из моих союзников, мне почему-то захотелось этот танк. Когда я его открыл, ну, я задался вопросом. Наверное, как-то было одной из трех. Либо он очень скилловый игрок, либо я очень не скилловый игрок, и руки у меня растут абсолютно не оттуда, откуда необходимо, чтобы они росли играть на этом танке. Ну, либо третий вариант, возможно, просто сам бой прошел так, который впечатлил меня. Да, но по факту ВЗ в моих руках, к сожалению, в руках не статиста, в руках человека с 40% результатами боев, по крайней мере, по официальной информации данного ресурса, ну, он не играбелен. Поэтому мои рекомендации. Присмотритесь к ветке ПТ немецких танков Гриль-15, присмотритесь к ветке танков Е-100, присмотритесь к ветке танков, ведущих вас к Кранвагену, и присмотритесь к ветке, которая в этой же ветках сборной Европы ведет к вас к Проджета-65. Эти танки позволят вам оценить разные типы игры с применением разных скилловых навыков и с применением разных типов орудий. Начиная от орудий с долгой перезарядкой, но с высоким разовым уроном, заканчивая быстрая перезарядка с разовым уроном средним, как для танков соответствующего уровня, но с хорошей динамикой передвижения по карте. Ну и, соответственно, примите для себя решение, интересен ли вам танк с цикличной пушкой, или вам интересен танк с обычной пушкой, с обычной системой перезарядки. Хотелось бы отметить, чем позитивна цикличная пушка. Вы можете ее использовать и как обычную пушку, но с перезарядкой в случае с Проджета-65 всего лишь в 5 секунд, 6 секунд, 7 секунд времени после каждого выстрела, в зависимости от того, сколько выстрелов вы сделали. И поверьте, в бою это очень много решает. На моем канале вы можете найти видео, я буду их периодически дополнять, с обзором каждого танка, ведущего к 10 танку определенной ветки. Оценить этот танк, находящийся в руках, не статиста. Повторюсь, я не являюсь суперскилловым игроком, я не являюсь человеком, помешанным на танках до той степени, чтобы убивать свое время и убивать свои руки на то, чтобы заработать какой-то определенный процент побед. Мне, в принципе, это все абсолютно неинтересно. Мне интересно качественно и весело проводить время с приятными людьми, которые могут встречаться в бою, которые будут вас поддерживать. Играйте в танки, открывайте те ветки, которые вас интересуют. Возможно, прислушаетесь к моему субъективному мнению, а я буду максимально пополнять свой канал новыми видео. Надеюсь, они будут вам интересны и полезны. Надеюсь, в окончании данного видео, если вы в начале видео не подписались на мой канал, не поставили лайк, я буду рад, если вы сделаете это по окончанию просмотра данного видео. Ищите на моем канале видео, интересующее вас. В комментариях пишите, что бы вы хотели увидеть, какие вопросы вы хотели бы, чтобы вам раскрыли. Я попытаюсь в этом помочь. Я не являюсь завязанным на варгейминге. Меня данная компания абсолютно ничем не поддерживает. А посему я имею полное моральное право заявлять. Мои обзоры будут честные. Вы будете видеть то, как эти танки будут играться в руках среднестатистического танкиста, не имеющего супер уровней скиллов и не умеющего играть так, чтобы не проигрывать. Приходите на мой канал, смотрите мои видео, я буду всегда рад вас видеть. Всех благ, всего хорошего, мира вам, ну и веселых игр. Прихват контурен. Скорость движения и повороты снижены. Пробитие. Танк уничтожен.